Изучать морскую биологию и географию, вязать морские узлы, в совершенстве знать морзянку, научиться принимать важные решения в сложных ситуациях и уметь правильно семафорить. 12-летний Станислав Руденко мечтает носить синюю форму и покорять просторы океанов. Юноша пришел в Центр юных моряков 5 лет назад, тогда еще не знал, что полюбит морское дело всей душой. Планы у Стаса самые радужные – совершить круизы в Африку и Антарктиду. Мы изучаем узлы, семафорим, иногда плаваем на шлюпках, на острова всякие, делаем мероприятия, изучаем строение весел. Дальше потом пойду в училище Санкт-Петербург, может быть. С таким настроением и задорными эмоциями, полной решительности и смелости в Брестском центре юных моряков сегодня проходит обучение свыше одной тысячи юных брещан. К слову, осваивать профессию моряка стремятся как мальчишки, так и девочки. Представители администрации центра констатируют – количество учащихся постоянно растет. Даже школьники начальных классов подключаются к изучению основ морского дела. Большой спрос на сегодняшний день, детям интересно. Все дело в том, что мы не просто сидим в стенах зданий, мы выходим, ходим по реке. Понятно, у нас есть суда, плавсредства, которые позволяют детям разнообразить их досуг, их отдых. Ну, одним словом, все условия созданы для того, чтобы наши дети активно отдыхали и получали какие-то знания. Морское дело – это дополнительное воспитание, дополнительное знание, а знание вообще морского дела, морской истории, но оно неразрывно связано с Брестом. Брещане, белорусы имеют очень плотные связи с морем, с морским делом и участвовали во всех знаменитых сражениях и так далее. Поэтому на примере подвигов тех моряков по поколениям от Петра I до сегодняшнего дня, ребята впитывают, я думаю, лучшие традиции. В следующем году центру, где детям прививается любовь к морскому делу и специфическому образу жизни, исполняется 30 лет. Свой юбилей учреждение отметит, как полагается, в соответствии со всеми канонами и традициями. Многолюдно, весело и интересно. Одним словом, грандиозно.